Всем привет! С вами, как обычно, Алкокот. Лето у нас в августе, наконец-то, немножко набрало обороты. Стало жарко, влажно. Один из лучших способов охладиться. Бутылочка холодного пива. Если это пиво будет необычное, с историей, то такое открыть еще интереснее. Вот сегодня пробуем необычное немножко пива. Трифон, Ленинград, Бэнд. Вот будет лето, поедем на дачу. В руках лопаты. Ну и далее по тексту. Это, наверное, та песня, с которой началось мое личное знакомство с группой Ленинград и солистом Сергеем Шнуровым. В далеком теперь уже 2000 году. Ну, группа в то время занимала такую нишу совершенного панк, я не знаю, трэша, с постоянным матом, угаром, пьяными загулами, фриками какими-то на подтанцовке. Но, думаю, если Сергею в то время сказали бы, что спустя 17 лет будет организован такой специальный выпуск сорта пива в его честь. А сам он к этому времени поработает ведущим на центральном канале телевидения. Войдет в высшую обойму так называемого русского шоу-биза по гонорарам, по востребованности. Он бы нам точно покрутил пальцем у виска, да и послал бы, наверное, на великом могучем, как он умеет это делать. Но мне тоже не рисовалось такое будущее для Шнуров в то время. Жизнь полна сюрпризов. Перед нами пиво Трифон Ленинград Бэнд. Заметим, что не Лепс, скажем, не Киркоров, не золотая чаша, золотая Баскар. Такой вот чести пока не заслужили. Если бы такой продукт даже вышел бы, то как-то слабо верится, что он бы выстрелил на рынке. Ну, хотя есть одна звезда на эстраде, чуть забытая, просто созданная для названия марки пива или даже какой-нибудь сети пивоварен. Догадайтесь, попробуйте. Я думаю, это Сергей Пенкин. Только представьте эти возможности, эти возможные слоганы. Пиво Пенкин. Люблю, когда пенка долго стоит. Или там Пенкин, налей и не падай. Неплохо. Так что идею озвучил. Если кто-то воспользуется, не забывайте автора. Как-нибудь отблагодарите. Ну, ладно, смех смехом. Вернемся к нашему герою обзора. Производитель. Такая вот, начнем давайте, бутылочка темного стекла. Что, конечно, хорошо для пива. Свет губителен. Красная крышка. Ну, в общем-то, бутылка такая, из простых. То есть, самое дешевое пиво тоже продается в таких бутылках. Производитель компания, значит, Вятич. Город Киров. Алкоголь 4,9%. Ну и честный объем 0,5 литра. Все тут указано, значит, что сварено специально для Сергея Шнурова и его автограф. Фильтрованная пастеризованная. А, не пастеризованная. По стилю светлый лагерь. Насколько я понимаю. Ну, давайте наливать. Наливать будем, как я люблю, по дальней стенке. Но, не наклоняя бокал. Очень у нее плотная пена. Такая мелко пузырчатая. Сначала интенсивно ослаждается. Красиво. Ну, цвет такой, светло-золотой. Имеет пиво. Вот, а на середине где-то она останавливается, эта пена, да? И вот так, плотной шапочкой встает. В составе вода. Ячменный карамельный солод. Хмель. Ничего лишнего нет. Сразу пошел по комнате и такой легкий-легкий приятный аромат. Чуть сладковатый. Какой-то, знаете, какая-то конфетно-цветочная нотка промелькнула и пропала. И вот больше больше ее нет. Это вот только при открытии бутылки. Что такое можно почувствовать. Наверное, карамельный солод дал такой интересный эффект. Ну вот. Смотрим, что пена уже практически не не осаждается. Так она и будет впоследствии на стенках висеть. Даже когда пива уже в бокале не будет. Ну все. Вкус, аромат успокоился. Остался просто. Солодовый такой. Солодовый, свежий аромат. Давайте попробуем уже. Вкус приятный. Не очень такой насыщенный. Но само пиво плотное. То есть, не оставляет оно ощущения такого разбавленного, водянистого. Присутствует горчинка. В послевкусии тоже, в общем-то, горечь. Ну, горечь не отталкивающая, приятная. То есть, вообще, вот по хмелю вот этому похоже на LPA стиль. Да, по горечи. Ну, про вкус много нельзя сказать. В общем-то, что-то во вкусе особенно найти мне не удалось. Просто обычное светлое пиво, но вот эта дополнительная горчинка заметная, очень явная. И в послевкусии, во вкусе она немножко перемещает это пиво в сторону в сторону вот крафтовых IPA образцов. Ну, похоже чем-то на Волковскую пивоварню. Вот на их эти IPA наверное так. В общем, нормальное, простое. Без изысков светлое пиво, ровное такое. Но, может быть, по вкусу чуть пустоватое, на мой взгляд. Не запоминающее, но и неплохое. Наверное, лучше все-таки 80% того же, чем заполняют полки магазинов гиганты, вот эти Балтики. Начиная Балтики, окончая Хеникином. Не рискну его, наверное, советовать, если увидеть его дороже 60 рублей. То есть, со скидкой попробовать стоит. Если уж брать уже туда ближе к 100 рублям, можно, наверное, разочароваться или подобрать что-нибудь себе получше. Ну, вот такой Сергей Шнуров все-таки оставил свой автограф не совсем. На каком-то дреном пиве пиво вполне нормальное. Вполне можно его пить и получать удовольствие. вот такой вывод на сегодня все. Если понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, внизу есть кнопочка, это очень удобно получать уведомления о новых видео. Оставляйте комментарии, вопросы, пейте только для вкуса, не для опьянения. Не устаю советовать всем. На сегодня все. С вами был Алкакод. Пока.